Дайджест недвижимости Крика перед компанией граждан Ремстрой На заседании, которое состоялось накануне Показания давал сам обвиняемый Его задержали 30 мая Во время передачи ему денег Активистам УНФ Константином Сичихиным В суде Шмаков рассказал, что Крику никак не удавалось договориться с компанией Граждан Ремстрой об урегулировании Задолженности Шмаков решил Воспользоваться связями и общественным Положением Сичихина 21 мая тот организовал встречу С представителем граждан Ремстроя Тогда обсуждалась передача квартир В доме на улице Орджоникидзе По словам Шмакова, Сичихин Предложил ему заработать на этой сделке Однако, говорит Шмаков, решение о передаче квартир Он не мог принимать без согласования С Советом директоров В итоге Совет директоров решил передать квартиры По цене 28 тысяч рублей за квадратный метр Отметил Шмаков Сичихин же стал настойчиво просить его о встрече В ходе которой передал Шмакову пакет Экс-глава Крика пояснил, что не знал Что передает ему Сичихин Сверток не взял, так как понимал Что это провокация Никакой взятки брать не хотел Заявил Шмаков Отмечу, ранее Шмаков признал свою вину Он сообщал следствию, что требовал взятку В размере 5 миллионов рублей Сейчас же в суде пояснил Что вынужден был оговорить себя Чтобы получить меру пресечения В виде домашнего ареста Из-за беременности жены Дайджест недвижимости Кировчане стали брать больше ипотечных кредитов Доля сделок с ипотекой за 2,5 года выросла на 50% Об этом сообщают бизнес-новости в Кирове Со ссылкой на прогноз компании Риэлти Групп Ее специалисты отмечают, что тенденция в ближайший год сохранится 78% из тех, кто планирует приобретение жилья Намерены сделать это с привлечением ипотечных средств По прогнозам, в четвертом квартале этого года На вторичном рынке произойдет более 3 тысяч сделок с ипотекой При этом доля ипотечных сделок купли-продажи квартир превысит 60% Дайджест недвижимости В фонд защиты правдольщиков внесли деньги уже полсотни застройщиков Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень в эфире «Бизнес-ФМ» По его словам, деньги в компенсационный фонд внесли уже 54 застройщика из 24 регионов При этом действует фонд еще только 10 дней Официально он начал работу 25 октября Напомню, теперь все застройщики по закону обязаны отчислять в фонд взносы в размере 1,2% От стоимости каждого договора участия в долевом строительстве Иначе договоры не будут зарегистрированы в Росреестре Предполагается, что эта мера защитит дольщиков при банкротстве строительных компаний На этом все В студии работала Мария Кожевникова Дайджест недвижимости